И снова здравствуйте, всем привет! Итак, если вы осилили ту информацию, которая была раньше, возможно, вам захочется что-то дальше сделать, да? И информацию искать на англоязычных вариантах, что-то пробовать, вы не захотите тратить время, то я вам его сэкономлю, как и всегда, да? Погнали, значит, разберём теперь, как вот это оружие поднимать или любой предмет. Итак, есть у нас персонаж, это у него хитбокс. По прошлым роликам вы поймёте, почему у него такой, значит, внешний вид. Так, у него настроена камера, это всё здесь настройки, вот они, по прошлым роликам. Начинайте оттуда и как раз двигайтесь по этим роликам вперёд, и у вас получится этакая красота, что-то, то, что вас, возможно, заставит дальше двигаться в этом направлении и изучать дальше вот эту всю информацию. Так, значит, что нам понадобится? Так, вот это я пока закрою. Нам понадобится использовать вот этого персонажа для взятия оружия. Давайте добавим оружие. Файл импорт, fbx, и добавим, где она у меня тут находится, винчестер. Ну, дикий запах, понятно, что винчестер, да? Так, добавляем винчестер. Так, отводим его вбок, поднимаем его повыше, и давайте добавим ему текстурки. Зайдём в шейдинги, выберем наш вот этот ствол, добавим add текстуры, image текстуры, и подключим всё это к бейкскалору, и добавим... Так, где они у нас тут? Тут у меня уже много текстур. Найдём сейчас. И добавим винчестер, значит, текстуры. Так, вот такой винчестер. И чтобы, как бы, он чуть-чуть не тормозил задачу, да, давайте я ему сделаю модификатор, decimate, и сделаю его ещё более низко полигональным. Видите, насколько он уменьшается, и всё, как бы, многовато. Ну, хороший винчестер, всё там говорит. Так, погнали дальше. С, это он сильно большеватый будет. Нам понадобится ещё один винчестер. Делаем shift D. Это винчестер, который должен быть потом на персонажа, когда он его возьмёт. Это где-то... Давайте сразу подключим его вот сюда. Так, у нас два винчестера. Давайте добавим теперь предмет, который будет, значит, соприкасаться с этим, вот с этим, значит, винчестером, чтобы этот исчез, а этот появился сзади. Так, он может появляться в руке, там ещё где-то, на каком-то столе. И, в принципе, его появление вы можете сами под конец решить, где он будет. Так, добавляем shift A, сочетание клавиум Mesh, добавляем... Так, 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 чтобы добавить. Давайте добавим конус. Тройка на нампаде. Вот такой вот конус. Так, его уменьшим. И подставим его где-то вот к нашему персонажу. Ну, чтобы он хорошо его как бы брал, да? И с низа, и с земли. Или, допустим, когда есть анимация, где персонаж будет нагибаться, то тогда можно крепить его как бы выше, да? И он, нагинаясь, будет соприкасаться с этим предметом и как бы его забирать. Ну, пока у меня нет такой анимации, я его просто использую вот в таком вот варианте. Так, прикреплю я вот этот торус, прикреплю сразу к хитбоксу. Ctrl-P, сочетание клавиш, Object. Так, теперь, если мы включим P, и когда мы пойдём, вы видите, что торус идёт впереди. SK. Нажимаем, всё нормально. Так, теперь настраиваем. Значит, что у нас делает вот этот торус? Он у нас делает коллизию, то бишь соприкосновение. Так, находим коллизию. Так, подождите. Давайте начнём у нас с винтовки вот этой. Выдвинем вот это вот окошко боковое и создадим вот это Game Properties. Назовём его, давайте, ружьё. Enter. Переименуем вот эту штуку тоже. Назовём ружьё. Чтоб понимать, да. И вот это ружьё тоже называем ружьём, но только 001, пусть так и останется. Так, есть такое дело. Теперь это окошко нам не понадобится. Название у нашего предмета есть. Так, теперь вот значит у нас торус создаёт коллизию. Создаёт коллизию с чем? С ружьём. Так, и отправляет сообщение. Так, где у нас тут? Мессендж. Отправляет сообщение кому? Сообщает ружью 001, а задачи, ну допустим, можно назвать задачу. Ну пусть будет первая задача, номер 1, да. И это дело мы всё соединяем. Так, так же значит торус, торус вот этот, он сообщает, посылает ещё одно сообщение на вот эту вот винтовку. Давайте тоже добавим ещё один мессендж. И добавим, значит, здесь ружьё, просто ружьё. И значит задача тоже один. Так, теперь у нас получается, здесь настройка есть, соединяем её вот так вот. Получается у нас при столкновении с объектом, значит, вот этот торус сообщает, значит, одному ружью и второму ружью, ну одному предмету, который должен появиться, а другой предмет, который должен исчезнуть. Да, и вот он им отправляет сообщение. Так, торус, чтобы всё работало, надо ему поставить физику, это будет сенсор. Вот, здесь вот ставим физике сенсор. Так, с этим делом всё настроено. Следом, вот эта винтовка настраивается. Она получает, значит, сообщение. Это, то бишь, сообщение. Сообщение. Один. И что она должна сделать? Она должна появиться. Итак, выбираем теперь здесь висели бити, вот там вверху. Если у вас не появится, крутите колёсико. Значит, вы высоко подняли вот это окошко. Видите, её нет. Значит, нужно колёсико прокрутить, и будет вам счастье. Вот, висели бити. Что это такое? Это, значит, видимость. Значит, ружьё от сенсора, ружьё получает сообщение, что оно, значит, должно быть видимым. Вот так вот. Вот, видите, стоит visible, значит, оно видимо. Но, оно должно до этого момента быть невидимым. Значит, берём, так, always, всегда, постоянно, и ставим, значит, тоже вот эту висели бити, висели бити, и ставим её невидимым. Вот всегда этот предмет невидим до момента, пока, значит, не получится сообщение, что он может проявиться. Так, надеюсь, это понятно, да? Так, теперь, смотрите, когда у нас вот этот сенсор прикасается к предмету, он отправляет ему тоже сообщение. Это, значит, мессендж, вот, с той же командой единица. И что он должен, так, вот этому сенсору, вот этому ружью уже сказал, и теперь вот говорит вот этому ружью, мол, выполни задачу, исчезни. И вот он должен, опять же, вот этот висели бити, вот этот, он должен быть, а, это я вибрацию включил, похоже, так, висели бити, и, значит, он должен стать невидимым. Ну, потому что я его беру, тот появляется, а этот должен исчезнуть. Ну, он становится невидимым, да? И это сообщение, значит, говорит ему, что он должен ещё edit object исчезнуть. Это, значит, end object, да? И тоже сообщение, ну, соединяем эти два, значит, сообщение, вот это ружьё... Итак, это ружьё получает сообщение от сенсора, вот от этого, что, значит, оно должно исчезнуть, вот оно, значит, висели бити, и, ну, как бы, стать невидимым и исчезнуть полностью из игры, да? Чтобы не мешаться, как бы, есть такое дело. И что ещё должно происходить? Вот у нас, у этого ружья, вот у этого ружья, стоит, значит, где он, тут у нас, always, до момента получения сообщения он, значит, невидимый. А вот этот ствол до момента получения сообщения, видимый, надо зеркалку сделать, тоже always, он постоянно, эти можно уже закрыть, он постоянно висели бити, видимый, вот он, до момента получения сообщения он должен потом, значит, вот это исчезнуть. Так, есть такое дело, запомнили, да? Есть такое дело, и, значит, торус. Торус тоже должен до, как, он, ну, не будет же вот так, он постоянно видим. Значит, мы ему ставим что? Опять же, always, и ставим ему, значит, message. message, даже не message, а motion, не, висели бити, во, мы ему ставим, опять же, висели бити, и ставим невидимость. Он постоянно должен быть невидимым. Так, ну, проверяем, что получилось. Так, значит, английская P. Винтовки у нас нет. Так. Винтовка, вот она, да? И эта винтовка прикрепилась на вот эту, на это место появилась, да? Но, мы вот этим, значит, торусом должны ещё совершить одно действие, нажать клавишу какую-то, правильно? Взять вот этот предмет. Значит, добавляем мы сюда keyboard, вот этот. Надо было его раньше, надо добавить. Добавляем сюда ему действие. Значит, что он должен сделать? При нажатой клавиши E, допустим, или другой клавиши, он должен подключиться и сделать вот это действие невидимым и видимым, да? Вот этим, ну, удалить и скрыть объект. Вот, вот эта верхняя полоса. Так, проверяем. Так, так, так. Значит, W он идёт, E, торус, тут, 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 почему винтовка видна? А ну-ка, P. Так, почему-то винтовка видимая. Так, а ну-ка. Давайте сразу винтовку привяжем ещё, сейчас это разберёмся. Так, выбираем винтовку и надо выбрать через Shift-Rig, зайти в Post-Mod, выбираем любую косточку, ну, вот где будет винтовка, да, крепиться. И делаем Ctrl-P, это будет Bonn. Теперь, если персонаж будет ходить, смотрим, а ну-ка, P, английская. Вот он раз, идёт уже с винтовкой. Так, почему винтовка, значит, видна? Проверяем, врубаем винтовку. Так, постоянно не видна. При получении сообщения она, значит, становится видимой. Ну, всё правильно. Так, проверяем тогда торус. Тут Message-ружьё. Всё подключено. Message-невидимая. И тогда я ошибся, значит, я подключил вот эту клавишу, значит, Keyboard не туда. Я её должен подключить на торус. И получается, добавляем Keyboard, добавляем, значит, это дело вот сюда, наверх, к соотношениям, где сообщение о получении из, так, и ружьё один, вот это. Здесь ставим клавишу E, Enter. Так, теперь проверяем. Значит, ставим P. Так, вот, ружьё, то не появляется. А ну-ка, походим. Ничего не происходит. Винтовка скрыта. Всё правильно. И нажимаем теперь клавишу E. И чё-то он... Эй, аллоу! Сейчас будем решать этот проблем. Бля, я первый раз так быстро сделал. Башка так работала. А сейчас чё-то... А ну-ка, этот торус сообщает... А, во, клавиша спала. Не надо жать Enter. Бывает у меня такая штука. А ну-ка, P. W и E. Всё, я взял. И сзади появляется винтовка. Всё настроено. Вот из-за одной такой маленькой штуки, когда ставите клавишу, не надо Enter жать. В верхнем окне можно нажимать Enter. Да, и вот, допустим, где E. Вот здесь я могу её назначить. Shift-E. Так, это на английский надо переключиться. Shift-E. И делаем Enter. Вот, я её назначил, чтобы знать, что это клавиша E. А так я назову просто, наверное, ружьё. Действие, да? Взять. Взять. Во. Чтобы потом можно было с закрытой штуки вот этой видеть, что это. А, это что-то берёт. Это клавиатура, да? Это значит, на клавишу назначено. Уже будете разбираться. Так. Значит так. Торус всегда невидим. Это вот Always. Он всегда невидим в веселье бите. Значит, клавиша E посылает сообщение на ружьё 001, что оно должно появиться. И также мессендж, что ружьё, вот это вот 1, должно исчезнуть. Это уже в настройках ружья сообщения. И в этом ружье. Вот. Видимость, невидимость. И тут тоже, значит, видимость, невидимость стоит. Вот такая штукенция. Во, как оно, да? Так. Ну, вот это будет неинтересно. Согласитесь, что... Ну, давайте я вот так вам покажу. Крупно. Так. Допустим, да? P английская. И вот наш персонаж пошёл. Вот. Если винтовка нам не нужна, мы её просто тупо не берём. Мы можем также тут бегать по прошлым роликам. Но вдруг нам нужна винтовка, да? Заходим и нажимаем. Подходим. Е. Вот так вот поворачиваемся. Е. И у нас сзади появляется винтовка. Это уже другой вопрос. Как он будет её брать, в каком туре и стрелять. Это уже будет другой тур, возможно. Возможно, можно сделать анимацию, где он из-за спины будет доставать эту винтовку. Будет анимация взять винтовку и анимация, допустим, бросить винтовку. Тоже там можно будет бросать что-то, значит, в играх, да? И получается, тогда вот эта винтовка, она будет как бы настроена на косточку, чтобы была анимация, да? Для анимации персонажа, идущего, допустим, с винтовкой или стреляющего. Значит, потом можно будет вот эту... Да нет, просто настраивается предмет. Видимость, невидимость. Всё. Никаких но. Так, ладно. Теперь неинтересно будет, если вот этот персонаж будет вот так ходить, да? И предметы не будут крутиться. Давайте заставим вот эту винтовку, вот эту вот винтовку крутит. И так, значит, что нужно сделать? Значит, нам нужно на хитбокс вот здесь вот поставить что? Коллизию, да? Ставим коллизия, ставим ружьё. Ружьё. И раз ружьё стоит на проперти, то нужно добавить вот эту проперти, то бишь кручение. Кручение. Сюда ставим... Сюда мы ставим ружьё. Так, или что? А, нет. Сюда мы ставим кручение. Кручение. Энтер. Мы её не поставим, пока мы на винтовку вот эту не добавим ещё, наверное, одну вот эту штукенцию. Так, не то вытянул. Вот сюда вот ружьё и добавим ещё одну кручение. По-моему, так, а ну-ка, сейчас... Тогда заходим на торус опять, и здесь должна появиться... Так, с этим сейчас подождите. Значит, вот эта винтовка должна крутиться. Чтобы она крутилась, должно быть какое-то постоянное действие. Это будет ALWAYS. ALWAYS, ALWAYS, этот ALWAYS, преследаем, должен моцион действия создать. Значит, постоянное действие по Z, допустим, кручение. Да, L, верхнюю отключаемую, оставляем только вот по этой Z оси. Тогда заходим на Hitbox. Так, одежда создаётся кручение. Я же создал кручение, да? Ружьё. Кручение. Так, тогда, значит, по идее, надо создавать накручение на оружие. Но этим должен почему-то управлять Hitbox. Ну ничего, давайте попробуем, как. Это значит кручение. Так, если мы создали на Hitbox действие, а, правильно, вот у него Speak, да, действиями управляет, значит, Hitbox, да? Непонятно в чём. Вот тогда получается кручение, раз тут Speak появился, и это дело мы, значит, на коллизию соединяем. И ставим, допустим, семёрку, Enter. Это, то бишь, она будет крутиться со скоростью 7. Но, винтовки мы поставили по Z 5, а, это градусы. Поставили 5 градусов, да? Так, давайте зайдём, посмотрим, что-то я под конец немножко подзапутался. Пи. Ну, в принципе, чё, да? В принципе, вот эта ось нормальна, но, наверное, не по этой оси надо, да? А надо, чтобы по кругу так крутилось. Так, Sk. Если это ось Z, тогда мы делаем по Y. Смотрим вот на эту фигню. Как она называется? И тогда здесь ставим 0, а здесь по Y. Или по X. А ну-ка, пускай 5, да? Не, 5 много, наверное. Давайте 3, чтобы чуть-чуть крутилось. А ну-ка, Пи. Во! Да, по Y. И теперь наш персонаж может ходить, и вот так вот будет крутиться полностью. Сейчас давайте поближе покажу. И, значит, наш персонаж может тут так ходить, а здесь может быть патроны крутиться, также находиться. Только сообщение будет 2. Если здесь сообщение 1, то 2. Или пишите сообщение. Там, допустим, сообщение взять. Ну, чтобы действие какое-то. Ну, можно писать 1, 2, 3, 4, 5. И сколько у вас действий, столько, и, значит, единиц этих двоих, троих там и будет. 2, 0, 5, 2, так как-то. Или прям пишите. Взять оружие, прям полностью пишите. Ну, надеюсь, там так можно. Я не пробовал, я и на танках так делал, единицу. Так, и, значит, смотрим. Пэм. Всё, вот эта штука у нас крутится. Наш персонаж бегает, как всегда. Красавчик. Так, что он ещё тут делает? Пробел прыгает. Вот на Е он берёт, а на Кю он дерётся. Ещё, значит, нужно сделать, когда он будет ударять рукой, на руку прицепить какую-то фигню, которая фигня будет действовать, как торус, и бить персонажа. Ещё можно преследование зомби рассмотреть, но это всё будет дальше, так что смотрите ролики. Так, попробуем всё это дело разобраться. Это W и E. Берём ствол. Также можно взять пистолет, который окажется, допустим, в кобуре, который будет на персонажа. Что ещё может... Таким образом можно брать каску, доспехи, там, ну, всю фигню, короче. Всё, что вам нужно, да? О, спринтер какой. Вот такая красотища, да? Так, ещё можно, значит, это дело делать, работать через камеру. Так, shift, иё. Выбрать какой-нибудь там вид. Ну, допустим, вот такой, да? Камера привязана по прошлым роликам к хитбоксу, вот к этому. Значит, жмём P. И вот теперь мы можем, видите, ходить по локации, вот так вот бегать. Где-то в городе, по зданию. Даже можем падать. Но это надо настроить, я покажу потом тоже как. Так, и значит, он бежит, бежит. Вот подходит он к стволу. Бэмс, взял и пошёл дальше. Дальше идёт бэмс, пистолет взял, бац, патроны взял и так далее. Вот такая штукенка. Так, эти все файлы уже есть, значит, в ВК для скачивания. Скачайте только вот этот АПГЕ, и вы можете их потестить. Вот такая информация. Всё, всем пока, до свидания.